Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на пляже Мажепсин. Зовут меня Юрий Азаровский. И сегодня мы с вами посмотрим проход от Пятихаток до этого пляжа. Давно просили это сделать, показать, как она подготовилась к сезону. Потому что этот пляж издавна считается пляжем Пятихаток и близлежащих районов. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Все вам расскажу и покажу подробно. А пока подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграмм Мореоз Юрий Азаровский, а также группу ВКонтакте Юрий Азаровский. И я Декс Дзет, ребята, буду вам благодарен. Ну, а мы перемещаемся в Пятихатке. Я иду туда, кстати, пешком. Перед прогулкой хочется дать вам важную информацию. Как пишет Анапское Черноморье, в Малой бухте Анапы найдена граната времен войны. Вот зрительный предмет был обнаружен дайвером на глубине трех метров. Специалистами ОМОН, Пластун, Главного управления Росгвардии по Краснодарскому прайу, обследовали его и установили, что это граната F1 времен Великой Отечественной войны. С соблюдением мер безопасности ее подняли со дна, транспортировали в карьер и уничтожили. В общем, будьте бдительны. Для любителей Крыма, особенно Дону Злаву, очень важные новости. Пляжи Штормового и Поповки в Саксском районе закрыты для купания в этом году. Доступных для купания пляжей в Саксском районе Крыма резко поубавилось. Администрации Штормовского сельского поселения запретили купание на всей подконтрольной территории. Но если для сел Хуторок и Крыловка ничего не изменилось в силу географического положения, то для живущих курортников Штормового и Поповки это сокрушительный удар. Под запрет здесь попала вся береговая полоса, а это около 14 километров песчаных пляжей. Плюс берег Дону Злава, на котором в санхайском стиле разместились несколько кооперативов. Во факту десятки гостевых домов и мини-отелей. Пострадавшим можно отнести и любителей обмазаться грязью и глиной из Ойбургского и Аджибайчикского озер. Купание в них тоже запрещено без объяснения причин. Такие вот дела. Для тех, кто выбирает Крым, будьте деятельны, друзья. Вот они, пятихатки, друзья. Смотрите, огромное количество домов. Большинство здесь даются места под проживанием. По поселку, кстати, увидел новшество. У них появился тротуар, и он везет сюда подмоз. Сейчас спустимся вниз, я вам покажу. Это как бы вид в обратную сторону. Вот речка Можепсин. Вдоль нее идем, обходим эти здания Министерства обороны. И там также по речке Можепсин приходим к морю. Препятствием являются только железнодорожные пути у нас на пути. И как вы понимаете, людей здесь отдыхают тоже довольно-таки много. И поселок можно приписать даже курортным. Первая Акация появляется. Ну, а дальше здесь поля-поля. И там тоже застройка началась. Раньше на этом поле нельзя было ничего строить, потому что здесь садились самолеты. Ну, как сказать, зона посадки на аэропорт идет. Но сейчас так же застраивается. Ну, собственно, и здесь были поля виноградные. А теперь застраивается все строениями. А здесь как раз-таки вот внизу и находится тот самый проход под ЖД-путями и сама река Можепсин. Кто помнит наши трансляции, когда был потоп, я здесь звонил в МЧС, говорил о том, что обрушение происходит грунтов. И видите, тут поменяли немножко подсыпку, позабивали вот такие вот штыри для того, чтобы усилить и держать грунт, чтобы он не обрушился туда вниз. Давайте спустимся. А вот сама река Можепсин, то есть она идет туда. Там есть два озера пятихатских, в которых очень много воды, которые как раз-таки прорывало, и водичка большими количествами ушла сюда, и здесь уже она пройти не могла. Немножко буду вспоминать то, как здесь было во время потопа, потому что для меня тогда это было просто жесть. Хотелось помочь людям, хотелось, чтобы это никогда не повторялось. Сегодня вам расскажу, что было сделано для того, чтобы это никогда больше не повторялось. Где-то я здесь видел спуск сверху вниз, найти его не могу. В этих районах давно не было, как сильно застраивается поле здесь, конечно, нонсенс. Вот он, ЖК Кавказ находится, то есть туда дальше у нас бетон-брюд, и за ним уже находится мой дом. Мы раньше пешком ходили сюда, вот этот мост на пятихатке, чтобы рыбку в озерах повалить или искупаться в озере, тоже было прикольно. Кстати, тут вещи кто-то потерял из поезда, походу, выкинули, смотрите, реально, одеяло из поезда и простынь. Главное, не шандарахнуться, уклон очень сильный, но вроде бы шанс не упасть. Есть! Ну, испачкаюсь сто процентов. Уйти! Ху! Не живо. Все больше расцветают деревья, красотища, мусор под ними, правда, не радует. Это печально. Будем надеяться, что в дальнейшем наведут здесь в порядке. Выходим непосредственно к этому проезду, бывшему проходу. Почему бывшему? Потому что сейчас висит стоп, и написано, что не то, что проезжать, даже проходить здесь запрещено. Проезд и проход запрещен. Люди здесь положили бетонные плиты себе заезд на их участки. Как если вспомнить, как здесь вода шла, сюда, здесь все затоплено было, конечно, было нечто. Сейчас вот справляется вот такой вот лоток, и воду дальше догонят. Ну, а о том, что канал прочищен, говорить не стоит. Вот так вот у нас подготовились с потопом, ничего не сделали. В тот момент, конечно, чистили все, но это надо делать каждый год, чтобы все было хорошо. Мне очень нравятся вот здесь вынесенные участки, чтобы вы понимали. У них там некоторые границы, я видел выноски, прям в асфальт были. То есть здесь дороги этой, в принципе, значит быть не должно, даже на подъезд к этим участкам. То есть каждый там метр превращают в квадратный метр, чтобы их продавать, не думая о том, какая инфраструктура вообще, в принципе, должна быть у этих землевладениях. Ну и плюс, в принципе, тут у ручья с реки, так сказать, сохранено, конечно, место для ее сбережения, но и дорога не должна быть прям по берегу, согласитесь, ребятки. Вот так вот, в прошлом году было поле, в этом году уже дома стоят. Уже, наверное, продались, и скоро люди здесь будут жить. Ну и с той стороны тоже тотальная застройка на берегу реки Можипсин. Довольно-таки интересное место, потому что здесь в лето так прохладненько, идешь классно, рядышком с водоемчиком, но то, что ее превращает, конечно, печально выглядит. Там всякие рыбы есть, я проходил местами, заглядывал, так вот выглядят наши зеленые деревья наши, и выходим вот сюда. Подкова, так называемое место счастья. С мостами проблемы в России. Я вам сейчас покажу, как люди строят за собственные средства огромное количество мостов. Это у нас улица Безна, пересечение ее с правой стороны тоже. Застройка здесь дома, понастроили огромное количество, причем за немалые деньги. Ну и сама река Можипсин. Вот она, пойма. Кто помнит, как здесь все было, конечно, удивится. Уже лягушечки, кто и говорит о том, что весна придет. Здесь у нас разнообразная инфраструктура, даже остановки поставили. Но я так и не знаю, вроде запускали какой-то маршрут сюда, но пользуется вам популярность или нет. Не знаю, в общем, весь тот поток воды установился туда вот на этих трубах. И там как бы образовалась как дамба, потому что они не могут много пропускать. Ну и плюс здесь застройка, замусоривание этого канала привели к тому, что также были организованы как локальные плотины, и уровень воды здесь сразу затапливая. Плюс вот эти близлежащие строения, как минимум их подвалы, пришла вода. С левой стороны дома, с правой стороны дома. И бедный Можипсин не знает, куда ему деться, потому что каждый пытается чуть больше, чуть больше там у него кусочки откусить, прихватить. Что, ничейная? Значит, моя будет. Разве тут же, смотрите, мосты какие строят. Поэтому когда там говорят, вот там, бедные несчастные, у нас нет моста, там, где он нужен, там он появляется, друзья. Сейчас здесь, вот в этих местах, русло, в принципе, выглядит хорошо. Здесь он, вроде бы, даже камыш не мешает. Люди высаживают разнообразную растительность, птички поют. Койдешь себе, прям классная прогулка. Ну, побольше тени, конечно, было бы гораздо лучше. Плюс, видите, с каждой стороны кто-то хочет тебе какой-нибудь сделать там что-нибудь. Вот, видите, был тоже мост. Его пока разрушили. Не знаю, в чем причина. Айсенберг, как называется, место у нас есть на обзоре. Это тоже интересное. И пивоварня у ребят классная. Вот их мост. То есть мосты строят только в путь. Ну, это вот все дорога к морю. То есть от пяти хаток, от моста, два километра, ну, там, 200 метров до берега водички. Откуда у нас вообще начиналась сегодняшняя с вами прогулка. То есть, берег моря, именно от края воды. Здесь, видите, тоже какое-то заведение работало. Здесь, на берегу Можипсина, вообще целый рынок умудрились построить. Было бы желание, варианты всегда найдутся. Мне интересно, как они делились вот тут строем, к кому это относится. Видите, капитально так поднастроили. Здесь, далее мы видим, что также мостик. Опять мостик, тут вообще какие-то интересные берега, укрепления. Ты понимаешь, начали заваливаться блоки, их подмыло водой. Их столбами взяли, укрепили, в эту сторону уперли. Интересно. Далее, ребятки, раньше по всему Пионерскому проспекту Дачамбургского озера проходил обводной канал. Здесь вот они соединялись с Можипсином и уходили лишние воды в море. Сейчас он здесь немножко проходит. Да, сейчас там засыпали, и на его месте вообще построили гостиницу. Как вам? Потом говорят, что у нас топит? Вот он канал, идет, все нормально. Он должен функционировать, отводить воду. Никаких потопов вообще, в принципе, даже происходить нельзя. Здесь вообще забор собаки тоже. Мост один, второй, третий. То есть мостов разнообразного покроя прям через каждые 20 метров. Потому что на каждом участке свой собственный имеется. Музычка у ребят, там прям весна приходит. Здесь вот, кстати, видите, как становится спокойно. Как сказать, как заводь образует. Здесь я смотрю, что люди полубирали мусор. Чистят тоже потихонечку, берега. Что и есть хорошечно. Здесь, можно увидеть, даже турники организовали. Для занятия спорта по пути на море, либо на обратном следу. Ну, здесь, можно сказать, так сделали для людей. Красиво. Такое тут-то поприветствовать можно. С той стороны мы тоже видим. Сейчас прям производят работы берега укрепления. И свой мостик также имеется. А теперь вот на этом кончается бетон такой широкий. Остается небольшая такая тротуарная плиточка. Здесь мы проходим вот эту подкову уже с правой стороны практически до конца. Сейчас вам покажу, насколько низко уровень сейчас Можепсина, который упирается в те каналы, которые идут через бывшую Юнгу, Министерство обороны, которые она накрыла непосредственно бетонными плитами. Из-за чего водопоропускная способность стала крайне мала. И из-за этого, как раз таки, происходил здесь потоп. Потому что в дальнейшем воде некуда было уходить. Так бы она спокойно стекла в море. И вообще бы никаких даже там намеков на то, что может утонуть же мотель, еще что-то не было бы. Но из-за человеческого вмешательства, так сказать, в дела бывших времен СССР, произошло все то, что было. Вы тогда видели. Смотрите, вот мостики очередные. Можепсин. И сколько там? Метра полтора, наверное, высота свободная, куда может вода стекать. Вот именно из-за того, что выше вода не могла идти, видите, да? Там и земля, и всякие камни. И она идет с поворотами. Все. То есть объем воды проходит. Все, что сверху, растекалось по всем местам, как говорится. Ну и плюс еще заиливание. И было обещано, что в дальнейшем обязательно уберут эти бетонные плиты. Но их так и не убрали. Посмотрите, насколько много было здесь воды, и насколько печально, что ничего с этим не сделано. Хотя обещали. Не знаю, что помещало. То ли Министерство обороны не дало разрешения. Сказала, пускай техонопчан топит дальше. То ли администрации было это неинтересно вкладываться в водоотведение. Плюс впереди у нас есть Фея третья, которая сюда построила свой пятачок. И вода, которая не попала туда, она по прямой бы пошла, она проспектная. Она уперлась в Фею. И из-за этого, к большому сожалению, здесь тоже озеро создалось. Глубина была чуть ли не по пояс. Люди рыбу здесь ловили. Здесь сделали перекоп, соединяли канал, прокапывали новый Атфей, чтобы отвезти воду. Порвали здесь несколько коммуникаций. Говорят, что иногда даже канализация до сих пор подтекает. Сейчас я иду, честно, сухо. Ничего не могу сказать. Вижу, что, возможно, несколько времени назад здесь что-то происходило. Дальше. По вот этой дорожке мы идем. Наслаждаемся видами, красотами. Видите, какой еще участок здесь есть. Будет все это застраиваться. В дальнейшем раньше здесь здание стройки стояло. У нас как снесут, потом, видите, как все забудут. Потихоньку и что-то, бац, построилось. Так и происходит. То есть сразу ничего не строят, потому что чревато, как говорится. Люди могут быть недовольны, возмущаться. Здесь какой-то корпус был, по-моему, к Прометееву строился. Могу ошибаться, не буду точно говорить, потому что никогда не интересовался им. Здесь у нас уже алыча позеленело. То есть я говорил, что очень быстро, вот так вот, по щелчку пальца, и настанет у нас лето, друзья. Будет красиво, тепло, все лето, классно и прекрасно. Я вспомню, как здесь чапал по пояс в воде, пытаясь пройти до людей. А это причем единственная дорога на Пионерский проспект для тех, кто живет непосредственно в пятихатках. И проход к остановке, там в школу детям уехать, если там не учатся, там, или в университет куда-то, на работу людям. Вот такой вот оставили. То есть мы идем сейчас с вами, будем поворачивать направо. Раньше было по прямой, все. Как тут-то еще не застроили. Здесь с речкой Можепсин уходит непосредственно на территорию Юнги бывшая. Здесь мы видим, просто, знаете, сердце кровью обливается, огромное количество бабла. Всунутого уже здания бьются стекла. Видим трещины на фасадах. Ну, возможно, это не страшно, все замажет. Хотелось бы, чтобы все-таки, вот как десантник, довели до ума все-таки здесь, в Министерстве обороны, покончил вот с этими зарослями. Просто идешь на... Не хочу это комментировать, как будто по свалке. Здесь, кстати, тоже шла вода, затопило вот эти первые этажи четыре сезона. Была в подвалах. Людям, вы прикиньте, она приметет, а вон там вот вход в подвал. Вы, вообще-то, прям туда классно. Вот это водоотведение, к сожалению, не помогло. Сейчас четыре сезона, но что сделали? Чтобы у них под окнами не ходили, мне перекрыли полностью свою территорию. Я сюда пришел, воткнулся в этот забор. Думаю, ну, блин, пришлось идти обратно, возвращаться. Здесь рыбу ловил, когда поток был. Прям было многое о том, что свеи воды отсюда вытекала, в том числе. Можно дальше идти по тропинке, можно повернуть налево, пройти все-таки по асфальтированной дорожке. Повторяю, это проход единственный для людей, и мы находимся в первой курортной зоне. То есть вот так у нас все здесь очень симпатично. Вокруг у нас небедствующие, так сказать, частные владители этих территорий, с левой стороны. Вот так вот, с левой стороны у нас Фея-3, здесь у нас Олимпиец, а здесь у нас муниципалитет города Анапа. Вот вы чувствуете по картинке, что мы находимся с вами на курорте. Вот в эти моменты, от моста, начиная, пока идем, мне как-то кажется, что немножко не похоже. И должен муниципалитет у нас как-то заставлять благораживать, ухаживать, что ли. Кстати, крапива зато растет. За прилегающими территориями близлежащих собственников. Да и у них должна быть какая-то, не знаю, ответственность, желание, чтобы их имя, так сказать, не порочили люди здесь прогуливающие. Им там не икало, что ли. Наводить порядки везде. Так выглядит второй корпус ЖК-4 сезона. Он, кстати, более населенный, смотрю, больше кондиционеров висит, чем в том, в первом, там, видите, как министерство обороны здания прям кусками. Отваливается облицовка здания. Это говорит о том, что она стоит и никто его не пользует. Такие вот мощности, да, построены. Нужно переделывать в какой-то детский санаторий. Ну вот машина бюрократии очень тяжелая у нас, плохо разворачивается. Здесь у нас этим 4 сезоном выразовалась стихийная парковка. Вот, кстати, по поводу газонов. Газон – это территория, на которой произрастает трава и другие растения, ограниченная поребриком, бордюром. То есть здесь просто-таки вот машинки стоят на газоне. Если мы берем возле реки Можепсин, где мне писали, что такое там машины стоят на газоне. Я сегодня специально там тоже поставил свою машину так, как у ребят стояли. Там нету часть, так сказать, территории, говорят, огороженной поребриком. Там она, дорога перетекает лево-право, как бы обочиной является. На обочине парковаться можно. Мы дошли до Пионерского проспекта, друзья мои. Здесь у нас налево, как раз, Олимпиад, Сфея-3, с той стороны Сибор-Юг. Вот здесь вот перейдем дорогу, я вам покажу, что интересного здесь происходит. Здесь перед четыре сезона можете посмотреть, какую интересную территорию благоустроили. Симпатично смотрится. И, кстати, через ключик есть заезд себе сюда на парковку. Это остановка в сторону Анапы, чуть дальше поискосок. Там находится остановка в сторону Витязева. Ну, я сюда слышу, как звучит море. Мы сегодня все ждем ветер. Появится он или нет, интересно. Кусок бывшей территории, который относился к северному сиянию. Сейчас здесь висит паспорт объекта. На снос объектов заказчиком является Сибор-Юг. До апреля 2023 года должны были все сделать. И там, в принципе, ничего уже не осталось на этой территории. Ее тоже затапливало, потому что прям в нее воткнулась вода. И вот очень все, что меня радует, что все пытаются вот заборы выносить дальше и дальше. Но это, я так понимаю, кто-то из администрации продал линии перед санаториями. И они спокойно, так сказать, их вынесли сюда ближе. Тем самым сужая и уменьшая Пионерский проспект. Как это бесит просто, друзья мои. То есть проспекты должны расширяться, украшаться. Больше лавочек там, зелени, деревьев, чтобы ходить было поприятнее. Здесь в этом году еще часть будет работать как кемпинг, по-моему, тут об этом есть табличка в маркет. Есть магазинчик, в котором можно еще прикупить, покушать. И самое главное, тут витрина с алкоголем. Прям на все стекло. Но мы двигаемся дальше. Ну, я хотел кусочками, честно, снимать. Надеюсь, что вас не утомил своей болтовнью. И рассказываем про эти места. Можно, кстати, было с той стороны идти. Там тоже тротуар имеется. Но мне захотелось почему-то именно отсюда прогуляться. Так, в принципе, до Можепсина можно не идти. Почему? Потому что по пути нам будут встречаться сейчас дополнительные проходы к морю. Ну и заодно, кстати, вы увидите, сколько по времени моим шагом занимает проход. Я вот смотрю по камере, иду 15 минут уже. То есть, ну, не так уж и долго. По жре, конечно, пишут, что с детьми это тяжело. Но люди ходят. Те, кто приезжают сюда, как-то таки фитонцидами дышать. Меня моя подписчица подправила. Говорит, пектины это в овощах, фруктах, а фитонциды в деревьях. Спасибо большое. Ну вот, видите, все время говорил, только один человек сказал, что это что-то не так. Там у нас участки перед Министерством обороны продаются. Здесь умудрились построить еще одно здание, как бы, под живой комплекс. Круглый, радичный, благодаря нашим, так сказать, беженцам работает здесь шашлык. Стол, я, честно, не знаю, что по ценникам. Мы там чего-то кушать не будем, а вот 47 рубля, от 47 рубля стоимость. И мы с вами доходим до одного из первых проходов к морю на нашем пути, который называется возле Бристона отеля. Поворот. Все эти дома и здания относятся к Пеневскому проспекту. У меня есть на обзоре, по-моему, два гостевых дома и квартиры. Квартира, где еще дача находится. И здесь проход к морю. То есть вот по прямой уже видим отсюда с вами дюны. Здесь симпатично, но нету зелени от слова совсем, потому что бизнесу зелени не нужна. Здесь можно поблагодарить тех людей, которые, смотрите, насадили новых сосенок. Выглядят они очень классно. В летний период времени здесь также ставятся еще и лавочки. Сейчас, конечно, здесь коммерция не работает практически. Кому-то не было видно прибыли, а кто-то подкрывался, что на углу столовая все-таки мини-маркет номер два функционирует. С правой стороны тоже проходим в жилой комплекс. Я там снимал на обзоре. Есть у меня квартирка, в которую можно тоже приезжать. Сейчас я вам чуть-чуть получше покажу, поближе. Но сначала дойдем до этого прохода. Вот видите, мини-маркет здесь работает. И здесь еще один проход к морю. То есть каждый блядь, который хотел, здесь поворот направо, либо налево и выходим на пляж. Здесь не стали, с досиденами. А вот еще здание. И здесь видим мостик. Отсюда, с территории Юнги, бывшей, нынешней территорией Министерства обороны, выходит у нас речка Можевсин. Это называется Катран, гостевой дом. Если что, смотрите на карты, вдруг вам будет интересно. Тут этих гостевых домов, ну, целая куча, на самом деле. Снято неоднократно, и поэтому можете смотреть сколько угодно. Это видео на канале у меня есть. Есть гостевой дом Август. Единственное, что печалька, что у этих всех гостиниц нету своих собственных подковок. Ну, и, в принципе, нецелесообразно было делать подзвалы, потому что их бы тут все равно затопило, как показала практика. Мы доходим до знакового места. Одна из величайших побед канала Юрия Азаровского. Подписчиков всех. Может, кто-то и не знает, кто-то и не вспомнит. Тут вот эта территория, от этого забора. И там пару метров оставалось быть до тех заборов. Собиралось быть отдана под базу. Речка Можепсин должна была быть перенесена туда, к забору. А здесь база отдыха была. Мы воспротивились. Я помню, как мне хозяин сказал, что тебе больше всех надо. Обычно, говорит, таким молодым не надо. Постарше люди там переживают. Вот мне как-то по жизни больше всех надо. Переживаю за природу. И вот так вот получается. Тогда получилось сделать большущий резонанс. Видео собрало огромное количество просмотров. Благодаря вашим репостам было написано огромное количество заявлений в полицию везде. В общем, администрация вышла на суды. И до сих пор еще судятся за эти участки. Потому что некоторые суды видят, что нельзя это делать. Что реку Можепсин нельзя трогать. А некоторые не видят. Вот, ну видите, тоже протекает. Здесь тоже надо уже чистить русло, я думаю. В общем, суды идут. Будем надеяться, что все-таки победит добро, а не бабло. И речка останется на своем месте. То есть, ну, я, по крайней мере, хочу в это верить. Мы пойдем вот здесь. Проход к морю, которым пользуются люди, которые отдыхают Анапа, Нептун. И вот так это сейчас все выглядит. Вот здесь написано у нас лазурный берег на вот этой арочке. Проход к морю. Большин, как вы видите, с украинскими номерами здесь больше нету. Ни одной от слова совсем. Все поуезжали. То есть, пансионаты готовятся у нас непосредственно к сезону летнему. Ну, там пооставалось некоторых еще людей. Потому что доучиваются дети. Те, кто без детей, уже все переселены по другим местам. Ну, вот так выглядит река Можепсин. Нету нигде никаких тротуаров. Дорога разбита очень сильно. А чтобы вы понимали, тут забор, насколько я помню, вот так вот шел. Быть ли уже забиты колья полностью по всей длине. Но, еще раз, благодаря огромной поддержке подписчиков удалось отснять этот проход. Это было просто невероятно. Ну, ладно, мы с вами, да, там, допустим, могли бы получить доступ на море. Потому что был бы только территорий пансионатов, а река посередине. Но здесь вот у многих недвигов, которые, к примеру, все выдвинуло даже в эту сторону. Представляете, вот целый комплекс сюда выходить, а у них забор закрывал полностью все эти территории. Это последний момент. Все это удалось сделать. Ну, многие не вспомнят и говорят, что только ходим языком трепем. Да нет, ребятки, во многих местах идем наперекор людям с большим баблом. Рискуем своей жизнью, здоровьем. Потому что, ну, как вы сами понимаете, там бутылка водки. И, может сказать, у человека нет. Но, еще раз, благодаря резонансам получается действовать. И вот именно поэтому предлагаю подписываться. Особенно подписывайтесь на второй канал. Ссылка в описании, чтобы не теряться. Потому что канал этот могут просто удалить. Уже не в бан уйти, а прям в следующее нарушение. Если вдруг находят, удаляют полностью. Поэтому, очень прошу, второй канал, подпишитесь. Юрий Озаровский, она поназывается. Ну, а нам осталось совершенно немножко по времени, чтобы дойти до берега моря. Здесь, видите, гостиница тоже имеется. Тоже построена. И вот в этом, да, жилом доме я снимал две квартиры утро-вечер. Можете посмотреть на канале, они есть. Также за этими домами есть кемпинг, который показывал. Тоже на канале присутствует. Знаете, какая песня лета. Звучат лягушечки. То есть, вы смотрите, та часть территории не может считаться газоном, потому что неограничена поребриком. И, кто не сомневается, можете посмотреть ПДД и уточнить все эти моменты. То же самое, как назвать вот это тротуаром. Просто идем по дороге. А это является дорогой. И здесь можно подъезжать непосредственно до этого шлагбаума. Дальше проезд закрыт, потому что это дорога с покрытием. А так, вообще, мы находимся в водоохранной зоне водоема моря. О, чемга. Красотка. Вот. Так же самое, как, знаете, меня затыкали, когда я бил тревогу о том, что чемги гибнут. Ребята, они говорили, это нормально, они должны так гибнуть. Вот в этом году мы максимум двух-трех видели. Массовых гиблей не было. Это говорит о том, что все-таки что-то там было в те времена. А вот, как я говорил, моя машинка тоже стоит здесь. Тут люди паркуются. Здесь вообще ларежки ставили. Так что вообще назвать этот тротуар нельзя. Ну что, как вам прогулочка? 23 минутки пешочком. У нас потихонечку начинают выставлять пляжи на море. Подняли шлагбаум. И сейчас тут начинается это путешествие от гусеничной... А, нет, это не гусеничная, показалось. В общем, техники выезжают в больших количествах. Поменяли русло реки Можепсин. И, кстати, ветер раздуло. Мне кажется, все равно мне маловато. Я знаю, что там сегодня... Сейчас видел, кает один поднят. Но это немножко другая тема, чем у меня. Потому что мне надо либо еще больше размер, чем у меня есть. Это вообще, по-моему, парафойл. Нет, все, ближе подойдем, разглядим. А, ну его и то сажают. Да, это парафойл был. Ждем усиления. Ждем того, что ветер все-таки придет с нормальной силой. И можно будет сегодня ворваться. Он в прогнозе у нас есть. У нас вообще штормовое предупреждение. Выпускают каждый день. Потому что берегитесь дожди, ветра. Чтоб все было хорошо, друзья. Здесь у нас появляется домик. Уже пляжный. И это говорит о том, что пляжная жизнь уже потихонечку началась. Но самый большой высотов своего пляжа на этих территориях сделал у нас Сибурьюк. Это и здесь, видите, тоже уже доски для навесов. Все вывезли. В дальнейшем здесь уже будет невозможно покататься. Потому что будет очень много навесов. Это парафойл. А там нога такая называется она. Вот такое они поддерживают. Чисто так вот нехорошие люди поступают. Выезжают, ставят машины свои. Я еще могу закрывать глаза, когда вывоз благоустройства на пляж происходит, чтобы всем было комфортно. Но опять-таки вопрос. Ставьте его к джунам, это благоустройство. Зачем вы подвигаете его к воде? Смотришь вот на все пляжи, откуда берутся примеры заработка с этих сезонгов и всего. Прям по берегу ничего у кого нигде не стоит. Потом вопросов шторма не возникает. То есть люди отдыхают рядышком там, а здесь пустая территория. Жалко мне всем это понять. Ну что, здравствуй, наше морюшко. Косвеящее, прекраснейшее, чистейшее. Сегодня у него прям очень хочется залететь. Но честно, ветра просто нет. Не то, что там слабо дует, а это даже не ветер. Волнуется и штормит, но так по факту тишина и красота. Пляж Можипсин очень популярный. Людей здесь будет очень много в летний период времени. Ну, так же, раскрою секрет, мы туда, если заходят из-за Сиборьюг, там вообще пустынные места. Так что пользуйтесь, дорогие друзья. Ну, а тебе морюшко, привет. Давай пощупаем как-то. Ай, прохладненько. Но я бы искупался. Ну, не сегодня. Ну, что, друзья мои, надеюсь, что сегодняшний видеосюжет был вам полезен, прекрасен, достоин вашего лайка, подписки на канал. Так же на группу ВКонтакте Яндекс.Ден Юрий Азаровский. И, конечно же, телеграм-канал Мориус. Ну, а мы ждем с моря погоды. Пока ветра нету, можно ехать домой. Это жалко. Честно, сегодня надеялся на хорошую ветреную погоду. Она обещана к двум часам. То есть у нас по факту час сорок три. То есть через 20 минут, если не задует, то все. Вот так вот. Вы не хотите ветра, а мы его ждем. В общем, море для вас, друзья. Угорайте над тем, как я его замеряю. Всех крепко обнимаю, сердцу прижимаю. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. От души пока. С вами был Юрий Азаровский. 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 С вами был Юрий Азаровский.